Это Антон Бустер. Он залетает к нам в студию. Привет, Антон. Привет, Стой. Ты согласен? Конечно. Только рад. Супер. Антон, у тебя есть, как обычно, традиционные пару минут славы. Расскажи о себе. Меня зовут Антон Бустер. Я саунд-дизайнер, композитор, звукорежиссер. В разных амплуа всегда выступаю, но карьеру строю самостоятельно. Я, скажем так, универсал, человек-звук. Наверное, более 400 проектов. Начинал с фриланса, постепенно в короткометражные фильмы. Далее поработал в игровой индустрии где-то около двух лет. Ну и постепенно сейчас понял, что кино – это то, где максимально я могу реализовывать свои какие-то творческие идеи. Ну и чувствовать себя комфортно, скажем так, среди тех людей, с которыми мне нравится работать. Сколько лет ты уже в индустрии? Где-то с 23, наверное. Сейчас мне 33. Ну, около 10 лет, наверное. Но я начинал с музыки. Попал я, скажем так, с перехода, скажем так, со сцены с гитарой в микрофоны в студию, скажем так. Начал пробовать себя в квестовой сначала индустрии. То есть озвучил какие-то звуковое оформление, делал различным квест-комнатам. Я думаю, многие знают, что это. И постепенно так и понял, что звук, саунд дизайн – это мое. После того, как отработал где-то на фрилансе, на разного рода проектах, потихонечку понял, что тот опыт, который я получил, пользуется спросом. Людям из музыкальной индустрии тоже интересно, да, сфера саунд дизайна. И потихонечку, потихонечку начал еще и, скажем так, продвигать и популяризировать саунд дизайн, звуковой дизайн в нашей необъятной стране. Как ты это делаешь сейчас? С помощью чего? Это образовательные какие-то лекции, мастер-классы? Начал, да, с ютуб-канала, потом в социальной сети ВКонтакте и потихонечку создал свой курс, где в рамках 3-4 месяцев ребята познают, скажем так, базу, основы, чтобы работать с любым коммерческим проектом. Ну, кто-то подтягивает просто какие-то конкретные навыки, там синтез звука, кто-то делает акцент на филд-рекординг. И потихонечку, потихонечку, ребят, то есть подтягиваю в определенных нишах, скажем так, нашей звуковой среды. Но, по сути дела, это курс по саунд дизайну, который подойдет для начального и среднего уровня. Да, да. Ну, тут такая история, что каждый в основном приходит за конкретными знаниями. И саунд дизайн, он по себе, ну, вот как я рассказываю всей аудитории, что это та среда, где встречаются все скиллы. Это может быть музыкальное какое-то прошлое, может быть просто звукорежиссура. Кто-то просто работает на площадке и понимает, что его навыки, его восприятие, видение дает возможность работать с эмоциями, работать над конкретными какими-то проектами и раскрывает потихонечку в себе вот эти навыки. А потом уже понимает, что ага, в игровой индустрии у меня лучше получается, потому что есть бэкграунд, к примеру, программирование, либо работы с движками игровыми какими-то. А кто-то также, допустим, ведет ютуб-канал, социальные сети и понимает, о, круто, я могу эти навыки применять в своих каких-то работах. Для СММ, допустим, да? Что? Для СММ, допустим. Да, да, то есть, ну, совершенно разные истории. Раньше мне казалось, что я конкретно что-то, да, то есть какую-то науку рассказываю, оказывается. То есть спустя время, вот сейчас особенно я это понимаю, что, ну, это настолько необъятная тема, где каждая какая-то вот среда может сыграть ключевую роль. То есть до этого у меня был опыт именно на пост-продакшене. Недавно начали появляться проекты непосредственно с фулл-тайм работой, то есть на этапе пре-продакшена, на работе на площадке. Относительно недавно, вот буквально пару месяцев назад мы сняли полнометражный фильм свой, первый авторский Константин Еронин, режиссер, оператор главный Никита Горелкин, второй оператор Егор Панковский. То есть это простое объединение творческих, креативных ребят, которые фанаты своего дела, так как я и многие ребята это понимали. И вот в таких проектах и рождаются какие-то новые виточки карьеры, с чем я сейчас несказанно счастлив и, ну, вот с этими эмоциями дальше двигаюсь и понимаю, как дальше строить свою карьеру. А вот как ты считаешь, могу я, например, человек, который, допустим, не учился в музыкальной школе, не очень хорошо пою в караоке, могу ли я стать саунд-дизайнером, звукорежиссером, или все-таки ты за то, чтобы была какая-то база сначала, да, как классическое образование, а уже после мы на нее делаем надстройку. Да, это интересный вопрос. Я поначалу, когда только начал заниматься преподавательской деятельностью, мне казалось, что должна быть какая-то база. Я сам по себе человек без образования, то есть у меня нет музыкального. Я отучился в музыкальной школе, конечно, как и у многих, сольфеджио, хор туда-сюда, но вот те навыки, которые мне, в принципе, дали понимание, что я могу работать с эмоциями, с восприятием, внушили мне, скажем так, дали мне уверенность в том, что на самом деле звуковым дизайном может заниматься каждый. Тут все зависит от конкретного результата и задачи, что вы хотите показать в своих работах. И, допустим, та жилка восприятия, которая была в прошлой жизни, к примеру, на монтаже, когда вы постоянно работаете с какими-то креативными проектами, может дать отличную базу, чтобы работать со звуковым дизайном на профессиональном уровне. Просто в процессе каждый специалист начинает понимать, что здесь нехватка, допустим, каких-то определенных навыков, которые, конечно же, нужно подтягивать. То есть это история про разные видки. Есть музыкальный саунд-дизайн, есть саунд-дизайн, когда ребята работают непосредственно с живым звуком и строят такие звуковые картины, в которых вообще, в принципе, на том уровне, который у них есть, не нужно лезть даже в музыкальную среду. Я же такой человек, который попробовал себя в разных ролях и понял, что вот эти навыки, скиллы, которые я вырастил, помогают мне делать и работать с любым проектом в full production, скажем так, от и до. Потому что, ну, когда ты начинаешь уже погружаться в сам проект, ты понимаешь, где какие навыки тебе будут ближе, ну, больше нужны, да, и где на что сделать акцент. То есть кто-то профессионально знает техническую часть от и до, да, то есть от звукового инженера, да, на площадке. Он начинает понимать, то есть как выстраивать там звук на площадке, как картинка оживет за счет вот этого записанного звука. И это очень важный скилл. А кто-то знает, как сделать из этой уже работы дальнейшие усиления, да, на конкретные какие-то акценты в сценах, в кадрах, да. То есть как поработать с SFX, создать вот эти сильные стороны проекта и раскрыть за счет как раз звукового дизайна, да. То есть, ну, это такое творческая, скажем так, среда, где можно воплощать идеи вообще как угодно. Да, знаешь, вот мы недавно буквально общались с моим товарищем на тему того, он режиссер, и на тему того, что вот он обучался режиссуре, да, и он говорит, что я вот пришел на это обучение, и мне там рассказывали про стиль, про моду, мы разбирали фотографии, и казалось бы, как это вообще относится к режиссуре, когда мы будем снимать кино, да, обсуждали философские течения даже, да. И это как раз про то, что, наверное, все-таки вот звук режиссура, да, это что-то тоже очень похожее, это прежде всего про твою насмотренность, про то, как ты воспринимаешь этот мир, какие ты можешь делать параллели, какие ты можешь делать связки, да, особенно когда, ну, там, как же в том же кино, да, когда мы делаем какие-то привязочки к сюжетной линии или к картинке, и выкупает только тот, кто действительно разбирается. Конечно, конечно, это на примере того же Майкла Бэя, да, когда он работает в связке с ребятами, кто занимается звуком, по-моему, там, могу ошибаться, Крис Адл, что ли, да, саунд-дизайнер, то есть это такие примеры, истории, связки с саунд-дизайнерами, звукорежиссерами, которые доказывают, чтобы погрузить, грубо говоря, в проект, да, в какое-то событие, в ситуацию, достаточно, наоборот, отказаться от звука, то есть сделать секундную долю тишины, и это будет настолько работать в следующем кадре, да, то есть настолько усиливать сцену, и, конечно, это только с опытом приходит, с опытом восприятия, работы над разными проектами, то есть, ну, тысяча часов или, скажем, 11 тысяч часов, мне кажется, это рабочее правило. Может быть, ты можешь, конечно, работать непосредственно в конкретной нише и делать там профессиональные вот эти всякие приемы, вот, но в любом случае, конечно, тут зависит все не от того, сколько ты там отучился. Ко мне приходят ребята, кто учился там и в звуковых институтах, и в кино, и телевидении, но приходят они ко мне непосредственно с конкретной задачей, то есть они понимают, они получили определенный опыт, как вы говорите, да, только сегодня вот были на мастер-классе, ребята рассказывали, что обязательная история – это сходить в зоопарк, чтобы перенять, ну, какие-то вот эти повадки, да, и сдать какие-то там вступительные, может быть. Это все очень замечательно, это воспитывает и восприятие, и наслушанность, и видение, но в любом случае, конечно, это не то, ради чего, за что нужно держаться, то есть нужно погружать себя в новые какие-то идеи, в новое творческое, креативное видение, экспериментировать, то есть именно звуковой дизайн, вообще работа со звуком – это вот про это непосредственно. Знаешь, я бы сказал так, что я как раз хотел задать этот вопрос, и вот правильно я тебя понял, что, по сути дела, контекст вокруг нас, он как раз и заставляет творца обращать на то или иное больше внимания, то есть в какой-то период времени больше на технические тенденции, допустим, в какой-то момент времени больше на высокое, творческое, что-то такое нематериальное, скажем так, да, то есть это в том числе и, наверное, и тренды в самом кино, и в тренды в живописи, и в тренды в режиссюре, и в тренды в режиссуре монтажа, да, то есть и ты должен быть всегда, получается, в контексте всего. Да, очень важная как раз тема, которую я пытаюсь раскрывать, ну и вообще всем, вся аудитория, которая за мной следит, это именно стилизованность, то есть звук может работать всегда по-разному, и он не будет работать так же, как, допустим, звук из какого-то блокбастера в фильме авторском, который выдерживает стиль, там, 30-х каких-то годов, да, и в рамках вот этого как раз видения, да, наслушенности, вдохновения от каких-то тех же картин, там, проектов других, вы понимаете, насколько можно подчеркнуть и раскрыть вот этот контент, не важно это фильм, реклама, да, с учетом как раз таки трендов и понимания, как работает картинка, вот и все, да. Поэтому стилизованность в звуке тоже очень важна, и она подчеркивает и раскрывает только, если специалист, конечно, умеет это делать. Когда твоя лекция? Что? Когда будет твоя лекция? Завтра в 12, обязательно приходите. Давай, вот твоя камера, давай сделаем анонс. Я буду выступать в 12 часов, показывать в лайв-формате свой же проект, который я вчера записал за 3 часа, вошел в роль видеомейкера, чтобы показать на собственном примере, как можно сделать из, ну, наверное, не самой крутой идеи в плане видеоконтента, но за счет звука сделать это максимально профессионально, чтобы выглядело и погружало в проект, в любой. Вот, ну, буду рассказывать на практике это все. Круто. А подскажи, вот, наверное, мой такой завершающий вопрос будет. Значит, когда ты решил ехать на форум, выступать здесь, какую ты тему, как ты тему эту выбирал для себя, да? То есть все-таки какая цель основная, big idea? Это транслирование ценностей, профессии, или же обращение внимания на какие-то, может быть, проблематику, да, которые сейчас есть? То есть что закладываешь обычно? Я вообще уже вот за эти 10 лет очень часто, ну, точнее, постоянно наблюдаю вот один и тот же критический, на мой взгляд, важный вопрос в том, что звук не настолько популяризирован с точки зрения профессионального уровня именно важности в любом проекте. То есть он всегда оценивается на пост-продакшн. Как только я начал заниматься саунд-дизайном, я понял, что это можно рассказать и показать большему кругу лиц, то есть не только людям, интересующимся звуком, и показать важность именно за счет звука, да, важность, насколько он может играть ключевую роль в любом проекте. И вот это я и пытаюсь рассказать, вот уже много лет, показывая на собственном примере, на реальных проектах. И завтра я хочу именно показать системный подход. Я так понимаю, что, ну, звуковая аудитория, наверное, не сильно здесь большая, широкая. Много именно людей, которые контент делают. И под эту аудиторию я хочу показать, насколько важно включать системный подход в работе над любым коммерческим, авторским, каким-то бюджетным проектом. И насколько за счет системного подхода, анализа проекта, погружения в него на разных этапах. То есть когда к тебе приходит человек с идеей только, да, когда человек включает в тебя там середину проекта или на пост-продакшн. Совершенно разные истории, но за счет моего видения, опыта я могу поделиться, поделиться и рассказать, как это работает и насколько важно работать с нами в лайфтайме, скажем так. То есть из асинхронии, самое главное, получается, все департаменты, все цехи производственного цикла. Супер. Спасибо тебе большое. Спасибо вам.